Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня актриса, резидент комедии Вуман Татьяна Морозова. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните, задавайте свои вопросы. Номер WhatsApp 230 6191. Там можно писать. Ну и те, кто звонит нам из-за рубежа, используйте код плюс 371. Более 10 лет комедии Вуман в эфире. Как за эти годы менялось юбористическое шоу? Вы ведь там с 2008 года. Да, за эти годы, ну, можно сказать, сильно поменялось. Конечно, мы уже не те молодые девчонки, которые не у мехи. У нас уже большой опыт и в юморе, и в написании номеров, и в их исполнении. Так что я думаю, что каждый год мы стараемся придумать что-то новое в каждый новый сезон. Добавляются какие-то новые фишки, и чтобы, ну, всегда было интересно нашему зрителю. Вот. И этот сезон не исключение, поэтому обязательно смотрите новый сезон. Ну вот, по сравнению с тем, как можно было шутить в 2008 году и как сегодня, в 2019, стало ли сложнее придумывать шутки и вообще шутить? Ну, насчет сложнее придумывать шутки не знаю, но шутить стало немного сложнее. Все стали такие обидчивые. А с чем это связано, на ваш взгляд? Почему обижаются? Ну, не знаю. Честно, не знаю, почему обижаться. Мне кажется, когда есть чувство юмора, ты можешь над собой посмеяться, это здорово. И, ну, ты никогда не обижаешься, когда... Ну, и шутка, конечно, должна быть хорошая. Можно ли в этом смысле измерить какие-то настроения общественные? Потому что, когда люди начинают обижаться, может быть, это свидетельство о том, что что-то не в порядке в обществе, в том числе, оно становится агрессивнее? Возможно, да. Скажу, что сейчас общество стало скорее агрессивное, чем позитивное и расслабленное. Вот. Ну, что-то происходит, наверное. То есть можно каким-то образом это зафиксировать сейчас? Вот с помощью программ, с помощью юмора можно определять настроение, определять тенденции, в том числе и политические? Мы делаем все для того, чтобы настроение у наших зрителей всегда было хорошим, добрым, чтобы они никогда на нас не обижались. Вот. Поэтому мы работаем. Ну, вот история как раз, когда Камеди Вон пришлось извиняться за шутку про ингушскую девушку, такая громкая, по крайней мере. Согласны с тем вообще, что за шутки стоит извиняться? Я призываю все-таки к тому, чтобы люди с пониманием относились к юмору, понимали, что это все-таки шутка, и ни в коем случае никто никогда не хотел ни один народ в мире как-то оскорбить или обидеть. Да, потому что, ну что ж тогда, все русские бабы-то не встают и не говорят, ах, какие вы нехорошие, Татьяна Васильевна. Вот, потому что я думаю, что все-таки у наших людей, наших зрителей хорошее чувство юмора. Я надеюсь, что таких ситуаций во всяком случае не повторится, и все будут позитивно настроены смотреть нашу программу и говорить, ой, девчонки, как мы вас любим, как, собственно, каждый день и происходит. Ну, можно ли сказать, что есть цензура в Камеди Вумен сегодня? Есть. И в чем она заключается, кстати? В цензуре. То есть нельзя шутить на определенные темы, вот там, о Рамзане Кадырове, ну, Камеди Вумен вряд ли шутить о Рамзане Кадырове, но, тем не менее, шутить о Рамзане Кадырове вообще нельзя. Вы сегодня решили со мной на политические темы поговорить, да? Я все-таки думаю, что мы как-то больше о юморе будем разговаривать. Ну, вот о юморе в контексте как раз всего того, что происходит вокруг. Ну, как она проявляется просто? Это вырезают какие-то шутки. Как это происходит? На самом деле это все происходит в репетиционном процессе. Что-то, если кому-то что-то не нравится, у кого-то что-то смущает, это всегда может убраться из номера. Много говорят сегодня о территории свободы, потому что, когда говорят о России, сегодня это театр. Театр – это территория свободы. Что там позволяется, и там говорится то, что, возможно, нельзя говорить с телеэкранов. Вы как актриса, кстати, ощущаете вот эту территорию свободы в театре? Меня никто ни в чем не ограничивает, во всяком случае. Мы играем прекрасный спектакль, который будет 11 сентября проходить в Риге. Я всех зову к нам в гости на наш спектакль, который очень добрый, позитивный. У нас… Ну, я очень люблю этот спектакль. Спектакль называется «Подыскиваю жену недорого». Там тоже затрагиваются такие, ну, наверное, трепещущие темы, но это больше темы, касающиеся семьи, выбора сужены для своего сына и помощь мамы и друга, так скажем, в подборе девушки. Вот. Это очень веселая, очень веселая антреприза. Я всех приглашаю. Я думаю, что вам понравится, во-первых, и настроит вас на позитивный, добрый лад. Да, 12 сентября в Доме конгрессов как раз пройдет эта комедия «Подыскиваю жену недорого». Ну, вот Екатерина Варнава в одном из интервью говорила о том, что был момент, когда казалось, что Comedy Woman, вот, казалось, что, ну, может быть, закроется. Да, там финальная песня была, это, кажется, было на 13-летие, если я не ошибаюсь. Были фотографии, финальная песня, вы пели, там, многие плакали. У вас было такое ощущение, что Comedy Woman может закрыться? Ну, я думаю, что всегда приходит какой-то финал, какой-то определенный момент. Не знаю, но пока мы снимаем, все хорошо, мы позитивно настроены на будущее. Вот, конечно же, у нас появляются новые проекты, которые мы делаем, каждая девочка тоже сейчас начинает, наверное, подыскивать какую-то интересную для себя, немножко другого рода деятельность. Есть кто-то, вот у меня, допустим, в прошлом году был сезон «Я ж мать» называется, в котором я была уже в качестве ведущей. Это очень интересный опыт. Не потому, что мы устали от Comedy Woman или у нас какие-то другие мотивации. Нет, просто каждая, наверное, хочет уже чего-то нового, каких-то новых ощущений. Но Comedy Woman продолжается. Ну, вот ваш образ как раз простой русской женщины для многих зрителей уже стал таким родным и привычным. Но вам лично не хотелось когда-то каких-то изменений? Вот выйти из этого образа, может быть? Опять же, я выхожу из этого образа. Во-первых, я его очень сильно люблю. Он мне очень близок. Я такая же хохотушка, как и моя героиня. Вот. А выхожу я из этого образа абсолютно в других проектах. Опять же, в спектакле. У меня за весь спектакль три разных образа. Я играю три девушки, которые приходят на смотрины, так скажем. Вот. И там у меня прям возможности через край. Ну, погружаться в другой образ. Вот какую вы используете технологию? Есть школа Станиславского, есть техника Чехова. То есть используете что-то из вот этих классических театральных школ? Да, я знакома со всеми техниками. Вот. Но, честно говоря, не знаю, как это происходит. Мне кажется, перед выходом на сцену меняется немножко как будто сознание. Я не знаю, как это происходит, честно. То есть вы предлагаем их в обстоятельствах, как по Станиславскому? Да. Да. Если это происходит, это отлично. Потому что выходи и не мешай своему вот этому образу в тебе, ну, как бы, существовать. И когда ты не мешаешь, когда ты не включаешь в свои мозги Татьяны Морозовой, вот. Это всегда отлично получается. И образы меняются сами. Как-то они сами выходят. А вас, ну, скажем, люди, окружение уже за пределами сцены, за пределами съемочной площадки, не становитесь заложником своего образа, когда от вас ждут не вас, а вас, вашей героини, скажем так? Да. Ну, конечно же, конечно же, все, наверное, думают, что я хожу с косой, с ухватом. Такая эгэй, русская баба. Вот. Но, как вы видите, я даже без косы. Вот. Не хожу. Ну, конечно же, мы уже столько лет на экране. Больше десяти, тринадцать практически вместе. Вот. И, конечно же, нас узнают и все время просят, ну, поржи, как баба. Вот. Конечно же, ты идешь в шесть утра и думаешь, да, сейчас я буду это все исполнять. Вот. Ну, получается просто, что? Ну, и вроде как бы уже выполнила просьбу. Ну, узнаваемость, она, ну, как известно, у Палки всегда две стороны. Есть у Славы и позитивные, и, наверное, негативные аспекты, когда, как вы сказали, в шесть утра могут узнать, нужно сразу включать образ, улыбаться людям. Возможно, когда улыбаться не хочется. Вот. А тяжело все-таки вот эта вторая сторона, как вы ее переносите? Узнаваемость. Ну, ну, это как дань. Наверное, так. А как, ну, что? Это наши зрители, которых мы... Ну, я, например, своего зрителя очень сильно люблю. Мне очень много пишут в социальные сети. И мне очень приятно, что люди ко мне так относятся, говорят, что я такая живая. И настоящие. Даже, видя в аэропорту, вот, где-то встречаясь, люди идут с позитивом, они же не идут на меня ругаться. Поэтому, конечно же, волей-неволей ты начинаешь улыбаться. Вот. Вообще надо улыбаться друг другу. Мне кажется, это очень здорово. Хорошо. Повышать друг другу настроение просто. Как вам в жизни помогает то, что вы умеете делать профессионально? Ну, например, условно, юмор помогает ли защищаться в какие-то моменты или, может быть, преодолевать что-то? Да, какие-то неловкие ситуации. Ну, у меня, наверное, какая-то защитная такая реакция. Я начинаю хохотать. Вот. Вот как сейчас, например. Вот. В какой-то неловкой ситуации я могу просто засмеяться. И, честно, это разряжает обстановку всегда. Но если говорить о преодолении, может ли юмор стать определенной терапией для самого юмориста, для артиста юмористического шоу в жизни? Не знаю. Не знаю. У меня никогда не думала об этом. Ну, наверное, может быть. Почему бы и нет? Есть такой стереотип, что юмористы, они достаточно закрытые люди в жизни, потому что вот то, что они хотят высказать, они высказывают на сцене, а потом накапливают этот материал. Ну, по крайней мере, есть такие легенды, если говорить о классической школе, не знаю, советских юмористов и так далее и тому подобное. Вообще, ну, мы видим, что вы, конечно, открытый человек, по крайней мере, такое впечатление у нас возникает. Но, тем не менее, вот эта группа людей, с которыми вы работаете, можно ли говорить о том, что она более закрыта все-таки? Не знаю. Дело в том, что мы же постоянно вместе, как-то мы уже друг от друга-то не закрываемся. Ну, наверное, в какие-то моменты каждому хочется немножко уединения, немножко быть, не знаю, в своем каком-то домике. Ну, я не думаю, что это издержки профессии. Я думаю, что это каждому человеку в какие-то моменты хочется быть закрытым. А хоть каким-то открытым, а потом опять закрытым, а потом опять открытым и так далее. Говорят о том, что человек, когда он на пике славы, он часто чувствует себя одиноким именно по причине того, что вроде как тебя все любят, но, с другой стороны, есть ощущение, что такое потребительское отношение. Пока тебя показывают по телевизору, пока ты узнаваем, у тебя много друзей, много поклонников, но все это может исчезнуть. И это усиливает чувство одиночества. Приходилось слышать такие мнения от известных людей. Не согласна с этим? Согласна с этим. Действительно, такое бывает. И очень часто достаточно. Потому что когда ты идешь, наверное, к славе, не знаю, ты в какие-то моменты сделать выбор не в направлении, в котором нужно. Ну, это мое мнение. Вот. И тогда, конечно, возможно, когда ты остаешься один, когда ты идешь к славе своей и думаешь только о ней. И они думают о друзьях, о родных, которые всегда были с тобой. То есть они остаются как бы за, как это правильно сказать, за тобой. Вот. И ты идешь один, то тогда, конечно, ты можешь быть одиноким. А если ты так же общаешься со своими друзьями, ты дружишь, ты открыт для них. И даже двигаясь как-то вперед по карьерной лестнице, если ты не растерял друзей, то как же ты можешь быть одним? Друзья всегда придут тебе на помощь. А зависть? Не знаю, мне кажется... А? А зависть? Нет такого? Зависть? Ну, да. Ну, это же все. Если это настоящие друзья, которые с тобой, да, ты даже можешь видеть, что они немного завидуют. Но ты им скажешь, ну, ладно, хора завидовать. И все. И можно сказать, что ситуация разрешится, можно посмеяться над этим. Или тебе скажут, что-то ты, по-моему, там звезду где-то поймала. Да ладно? Вот. И все. Тебе друзья всегда скажут, мне кажется, открыто в лицо. И ты можешь всегда друзьям сказать. Поэтому главное не терять тех, кто с тобой изначально. И продолжать общаться. В какие-то моменты помогать друг другу. Тогда ты не будешь одинок. То есть успех и популярность в одиночестве не имеет смысла, на ваш взгляд? Это становится бременем, мне кажется. Знаете людей, для которых это стало бременем? То есть есть примеры такие перед глазами? Ну, к сожалению, когда ты на пике, ты этого, наверное, не совсем понимаешь. А вот когда пик начинает потихонечку сходить, а это происходит всегда, пик он, пик, на то и пик, чтобы две были стороны. Вот, наверное, когда начинает потихонечку сходить вниз уже пик популярности, то тогда больше всего ощущается. Многие говорят о том, как переживали звездную болезнь. Многие говорят о том, что у них не было звездной болезни. Но, тем не менее, как известно, испытание медными трубами и гораздо сильнейшим испытанием огнем и водой. У вас не было зачатков, по крайней мере, звездной болезни? Ну, вы знаете, мне кажется, у всех когда-то что-то такое подобное проскальзывало. Но у нас такой коллектив добрый, женский, отзывчивый, который никогда тебе не сделает замечания. Вот, и не покажет, что у тебя, по-моему, там где-то что-нибудь не так. Вот, и с учетом того, что мы совершенно не юмористическое шоу, это все без шуток обходится и так далее. Короче, тебя пропесочат по полной программе. То есть такая вакцина от звездной болезни у вас внутри присутствует просто иммунитет. Да, да, да. Мы друг друга подкалываем. И, конечно же, все с чувством юмора, с хорошим. И, конечно же, мы все на это сразу же реагируем. И в какие-то моменты, да, так, ладно. Ну, вот о ваших юмористических монологах, я не имею в виду конкретно вас, но в целом вот в комедии «Вумен» есть ли место высмеиванию самих себя? Насколько вы самокритичны именно на сцене? Конечно! То есть только на этом все и построено. Только на этом все и построено. Так что смотрите внимательно, там много... Можно узнать о вас. Реал. Но это рождается в процессе часто, или все это работа сценаристов? Вот насколько вы свободны в этом смысле, и можете свои шутки уже интегрировать непосредственно в шоу? Конечно же, работа сценаристов, она просто огромна. Но при становлении номера, мы уже, конечно же, его прорабатывая под себя, добавляются шутки, и каждый даже мимо может, проходя, сказать, а, вот здесь вот так. И все ха-ха-ха, надо вставлять, потому что это разрыв, бомба. Вот, так что... Ну, вот и говоря о работе... Тоже живем. Говоря о работе сценаристов и о других шоу, которые выходят на телеканале ТНТ, например, «Дом-2», это уже такое вечное шоу. Как вы, кстати, относитесь к этому проекту? Ну, я... Честно, я никогда не смотрела, не смотрю, пусть не обижаются на меня все жители «Дома-2», вот, но как-то я не могу, не мой формат. Ну, вот. Как я к ним отношусь? Ну, а ведущая, кстати, телепроекта Ольга Бузова, нравится вам ее творчество? Я не могу сказать, что я фанатею. Ну, Оля делает свое дело, молодец, хорошо, у нее много покойников. Ну, значит, кому-то это нравится, значит, кому-то это нужно. Вот, на ваш взгляд, рейтинг оправдывает все сейчас в шоу-бизнесе, или есть что-то еще другое? Ну, мы говорим о каких-то вещах, которые, может быть, вызывают эту определенность на битской публике. Вопрос, вот почему 16 или 13 миллионов подписчиков у Ольги Бузовой? Но, тем не менее, вот как вы считаете, есть ли смысл в таких рейтингах? Ну, я не знаю, честно, никогда не задумывалась над этим вопросом, все ли решает рейтинг или нет, но решает многое, я думаю. Вот. Ну, опять же, каждому свое. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. Ну, что, как сказать, что они неправы? То есть, нужно просто выбирать? Конечно. Я думаю, что нужно развивать себя, не знаю, постоянно учиться, путешествовать, и тогда как-то будет более правильный выбор. Ну, вот недавно, опять же, в сети, говорить о правоте или не правоте. Недавно, опять же, вот Ольга Бузова, упомянутая нами, опубликовала в сети в Инстаграм фото и подписала, назвала себя блокадницей, что вызвало массу критиков в ее Инстаграме, она даже закрыла, по-моему, свой аккаунт. Вы вообще к подобным сравнениям в сети как относитесь? Есть ли какие-то неприкосновенные вещи, которые нельзя вот так интерпретировать на социальную сеть? Я думаю, что на сегодняшний день настолько все это раздуто, ну, мало ли кто что говорит. Просто это настолько все раздувается, на это настолько все обращается внимание. У нас, видимо, нет других новостей, кроме как Ольга Бузова со своими комментариями, категорически умными во всех своих проявлениях. Я думаю, что есть намного важнее темы, которые нужно освещать. Ну, все-таки это к вопросу о рейтингах. Темы есть важнее, но, тем не менее, опять же, мы возвращаемся к Ольге Бузовой, даже не как к личности, а как к феномену, потому что она является неким маркером, таким показывающим отношения. И эти темы многим людям ведь важнее, потому что они готовы заходить в Инстаграм, они готовы тратить свое время, они готовы писать комментарии и не читать какие-то другие совершенно, как вы говорите, важные темы. Да, я уверена, что у людей... Не то, что они готовы тратить время, я думаю, что они готовы жить чужими жизнями больше, чем своей. Я думаю, ребята, прекратите писать комментарии, идите, гуляйте с друзьями, общайтесь, помогайте с собакам, бездомным, столько людей, которым нужна помощь, и, не знаю, бабуль переведите через дорогу. Это намного важнее и нужнее, и вы от этого получите гораздо больше удовольствия, чем от грозного комментария какой-то очередной фотографии какого-то блогера и так далее. Потому что через 15 минут это забудется, потому что будет следующая фотография, и придется опять ее комментировать. Не знаю, мое мнение такое. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Резидент комедии «Вумен» актрис Татьяна Морозова с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». На студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня актриса Татьяна Морозова. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, здравствуйте. Вы ведь начинали свою творческую, юмористическую жизнь в КВН. Вы были участницей и в команде КВН в «Дребезге», и в команде «Луна». Вот расставаться трудно было с КВН? Татьяна, слышите? Да, вот почему-то сейчас пропадали. Но мы вернулись и вывернулись. Да. Расставаться с КВН, не знаю. Как-то мне кажется, что когда ты чувствуешь, что у тебя есть возможность сделать шаг вперед, то ты просто переступаешь и идешь дальше по лестнице. На тот момент, 5 лет мы играли в КВН, мы были вице-чемпионами как раз-таки с «Луной». И все дружно приняли решение, что дальше сезон идет, все какие-то другие карьеры. Нет, я думаю, что, наверное, сложно расставаться с людьми, то есть ты будешь их реже видеть, ребят, и так далее. Но в итоге потом ребята еще писали, были авторами, когда начиналась Comedy Woman, поэтому не так уж мы с ними потеряли связь, поэтому... Ну а сегодня смотрите КВН? Все было хорошо, не знаю. То, что там происходит. Честно, очень-очень редко получается, потому что это либо гастроли, либо работа какая-то, либо еще что-то, и как-то так, честно, не очень получается. Ну вот интересно, что студенческий КВН, как мне кажется, опять же, может, вы меня поправите, но это одна история такая, да? Если говорить уже о профессиональном КВНе, то это, наверное, такой довольно жесткий отбор. Вот приходилось ли вам сталкиваться с чем-то подобным? Дело в том, что весь КВН был исключительно в студенческие годы. Я закончила институт и закончила, не так же. Может быть, что был какой-то такой сложный отбор именно, именно, ну, когда это была уже высшая лига, не могу, потому что меня пригласили участвовать за команду КВН «Луна», когда они уже были высшей лиги. То есть у меня такие прыжки получились. Алло! Да-да-да, мы слышим вас. Хотя она периодически что-то зависает, но в целом мы слышим вас хорошо. Да-да, ну, далековато мы немножко друг от друга, но ничего страшного. Расстояние, как свидетельствует заставка нашей программы, не имеет значения. Хотя мы говорили с астрофизиком, он говорит, что имеет, потому что если общаться, например, с Луной, уже будет задержка. Ну, в земные расстояния пока... Ну, считать, что вы общаетесь с Луной, с участницей команды КВН «Луна». У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, это Александр. Да, Александр, слушаем вас. А можно, чтобы ваша гостья посмеялась? Я запишу ее смех, простой этой бабы на рингтон. И меня утром... Здравствуйте, Александр. Ну, включайте диктофон. Да, в риге будет включаться. А еще мне тогда запишут. Мы с Ютуба тогда скачаем. Вам большой привет от рижских КВНщиков. Да, так вот, мы фестивали 1994 года, да, так вот, и все приезды, которые были в Юрмуле еще тогда, да, я помню еще 97-й год, когда Мартиросян еще там был командиром этого самого Новых Армян, там еще дискотека была. Так что, большой привет, посмеется, пожалуйста. Да, спасибо, Александр. Я думаю, что можно нарезать огромный кусок моего медицинского вечера. Да, в Ютубе будет. Вот, ну, вот вам бонус. Да, и в Риге будет звучать на рингтоне Александра, когда он будет, ваш смех. Звоните нам в 672-12-93-9 и в 672-13-93-9, телефон на прямого эфира в нашей студии, пишите в WhatsApp 230-6191. Ну, вот мы о КВН упомянули, о Владимире Зеленском хочу спросить вас. В прошлом также участник высшей лиги КВН, недавно он стал президентом Украины. Как, кстати, оценили эту новость? Ничего себе! Сказала я. Вот, класс. Ну, есть к чему нам всем КВНщикам стремиться теперь. А вы с Владимиром общались вообще во время КВН-овской жизни? Он был немножко из более старшего поколения. Вот, поэтому, ну, мы, конечно же, пересекались на КВН-овской сцене, но вот прям так, чтобы мы общались, нет. Ну, вообще, как к юмористам, к артистам, которые идут в политику, относитесь? Ну, надеюсь, что они с чувством милого ровно ко всем проблемам относиться. Вот, но при этом делать хорошие, серьезные шаги, которые помогут жителям страны. А вам сегодня, кстати, на Украину не запрещен въезд? Запрещен. Вы в списке миротворец находитесь, да, за поездку в Крым, да, или нет? Давайте мы сменим тем, ребят. Ну, вот вы родились, кстати, в Уфе, да, но живете сейчас в Москве уже давно. Чувствуете, как уровень жизни в столице и в регионах отличается? Если часто бываете в родном городе. Да, я бываю часто, честно говоря, заметила в последнее время, что что-то... То есть, я не знаю, может быть, это из-за того, что, знаете, когда деревья были большие, мне казалось, что город ярче, зеленее, не знаю, все. Сейчас тоже он такой красивый, но, не знаю, мне кажется, что немножко там где-то дороги неухоженные. Ну, я думаю, что это все поправимо. Так вот. Ну, такого большого разрыва вы не чувствуете в столице и регионах? Нет такого? Не, ну, конечно же, даже по людям. Всегда ощущаю, что в регионах более открытые, нас всегда ждут, более теплые, ну, как бы, отношения, самоотношения людей, более теплые, когда ты приезжаешь. Конечно же, есть. То есть, Москва слезам не верит, да, можно так говорить? Нет! Вообще не верит. Ну, ваше покорение, кстати, российской столицы, оно напоминало в какой-то степени историю героини этого знаменитого оскароносного фильма? Нет. То есть, у вас другая судьба? Нет, я говорю, да, 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 у нас немножко, у нас всех немножко другая судьба. Я говорю, только я закончила институт, у нас закончился КВН, и как раз Наташа, Наталья Еприкян, она начала собирать девочек. У нас было там по одной штучке в команде, в каждой. Вот, и она начала собирать такой женский состав. Не совсем камеди, мы даже не назывались камеди, мы назывались мейденвумен. Это уже впоследствии, когда мы пришли на канал, нас чуть-чуть переименовали. Ну, мы были не против. Вот. И она начала собирать, и практически я только сдала диплом, я защитила диплом, только у меня все закончилось. И практически сразу пришло предложение участвовать в этом новом женском проекте. Я с удовольствием, с удовольствием поехала в Москву. И так как у меня уже были и друзья в Москве за столько лет КВН, поэтому у меня было какой-то такой вот, не знаю, такого ощущения разрыва или такой резкой смены. То есть я уже ко всему привыкла и, грубо говоря, на стиженное место пришла. Но вы ведь педагог по образованию. Почему решили педагогическое образование получать? Ну, вообще, мне всегда очень нравилось рисовать. И я закончила художественную школу. И когда мама спросила, ну что, куда, может быть, театральная, спросила она мне. Я сказала, ну нет, я, наверное, все-таки буду дизайнером. Поэтому вот выбрала художественно-графический факультет, который мог мне дать будущее, о котором я тогда мечтала. Вот. Ну, судьба. Судьба злодейка поменяла все карты. И я просто уехала в Москву играть. Играть в КВН. КВН, 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 нушка, как говорится. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон на прямого эфира. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаем вас. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, над чем все-таки смеяться неприлично? Ну, я имею в виду, конечно, этот журнал французский, который смеется над всем подряд. Как вы считаете, разделяете вы как-то или вы смеетесь тоже вместе с ним над всем? Спасибо. Спасибо. Да. Здравствуйте, Александр. Да, спасибо за вопрос. Нет, конечно же, нельзя смеяться над всем. Есть такое понятие у нас у всех, там, не знаю, у КВНщиков, как черный юмор, который... Ну, я не люблю черный юмор. У людей, опять же, все разные, у всех чувства юмора разные, но есть вещи, над которыми, конечно же, нельзя шутить. Это, ну, как, это, не знаю, я аж заволновалась. Есть вещи, над которыми шутить нельзя. Ну, например. Есть такие вещи. Например, ну, я не знаю, это вещи, над которыми хочется плакать, наверное. Вот над этими вещами шутить нельзя. Ну, кстати, Тарантино и его фильм «Бесславные ублюдки», это ведь высмеивание в какой-то степени и таких трагических тем, вот как тонко он обыграл там тему Холокоста и тему, там, трагедии именно еврейского народа в своих фильмах. И вообще, Тарантино и его юмор, где тоже много достаточно такого черного юмора. И его новый фильм еще, кстати, сейчас. Но это о другом. Сейчас я признаюсь, надо будет посмотреть «Бесславных убудков», потому что я их не видела. Вот. Так что вот я обязательно посмотрю, тогда смогу ответить на первую часть вопроса. А что касается второго, у него действительно очень своеобразный юмор. И он, насколько я знаю, у него нет режиссерского образования, он самомучка. И он смотрел очень много фильмов таких, там, на ужастиках, по-моему, он вообще строил свой выбор. И там, ну, в ужастиках всегда такой своеобразный кровожадный юмор, если он присутствует. Вот. И у него это прослеживается уже в его следующих работах. Вот. Ну, какого-то дискомфорта от его юмора я не испытываю, честно. Вот если это талантливо, если это красиво, и если это при этом остается такой, ну, запретной темой, да, на которой вроде считаешь... Ну, очень аккуратно, очень аккуратно, опять же, потому что над тем, над чем плачут люди, ну, я все-таки считаю, что над этим шутить нельзя. Нельзя или настолько деликатно и аккуратно, чтобы не затронуть чувства тех людей. Ну, вот вы сейчас сказали. Чтобы они поняли. Да. Вы сказали, что нельзя смеяться там, где хочется плакать. Я вспоминаю вот сейчас книгу «Моя биография» Чарли Чаплина. И там он описывает такой момент, когда овца, ну, пыталась как-то скрыться от тех, кто ее преследовал. И, с одной стороны, это невероятно было смешно, а с другой стороны, грустно, потому что эти люди просто хотели ее забить. Вот в этом смысле тоже есть какая-то красная линия и смех, и грусть? Ну, конечно же, есть даже такой жанр, как трагикомедия, когда хочется и плакать, и смеяться. Но, опять же, это должно быть исключительно деликатно. Здесь еще можно, опять же, вспомнить, я вспоминаю, как Аня сказала про Чарли Чаплина, ведь очень многие смешные моменты, и не мое кино мы можем вспомнить, связанные с тем, что человек неудачно упал, ему больно. Это всегда смешно. Вот это смешно, но мы понимаем, что человек страдает в этот момент, но мы над этим смеемся. И на этом ведь построены многие комедии современные тоже. Да, я могу сказать разницу. Наверное, когда ты не задумываешься о том, что человеку сейчас больно, тогда тебе смешно. Ну, то есть, если это сделано так, что ты не задумываешься о том, что это какую-то боль человек, я не знаю, испытал или еще что-то, да, или получил травму какую-то, то это, наверное, будет смешно. Но подсознание будет смеяться. Всегда, господи, подскользнись на банане, и все будут над тобой хохотать. Даже сейчас, когда ты будешь говорить, ай, да что ж такое-то. Ну, опять же, как ты к этому относишься, то есть, если я подскользнусь на банане, я сама удивлюсь и скажу, как, как я могла это сделать, и буду, скорее всего, хохотать, хотя мне будет больно. Вот, есть такие ситуации в жизни. Ну, вот говоря о фруктах, как раз вы упомянули, да, но все-таки и об овощах тоже в том числе. Чаплин как раз откровенно в своей книге, вот моя биография, которую я вспомнила, он описывает свой большой провал, когда его просто закидали помидорами. Вот, как вам кажется, осознание для артиста того, что он не безупречен, вот что это дает артисту юмористического жанра в том числе? Очень многое, очень многое дает, потому что ты заставляешь себя идти вперед и добиваться новых каких-то высот, не знаю, идти, выходить из зоны своего комфорта и искать что-то новое. То есть это мотивация, да, осознание своей небезупречности. Но ведь в то же время, опять же, Чаплин, да, раз мы его сейчас вспоминаем, говорит о том, что артисту необходима вот такая тотальная любовь к себе и уверенность. Вот как это соседствует? С одной стороны, ощущение того, что ты можешь быть, можешь, может быть, провал в твоей, да, в творческой такой жизни. С другой стороны, уверенность в себе и любовь к самому себе, как к творцу. Ну, артисты люди такие непостоянные, ищущие. Можно, вот понимаете, там, перевоплощение, выход из себя. Заход в кого-то другого. Поэтому, конечно, мы не совсем, может быть, психологически стабильны, вот, можно так сказать. Поэтому нам нужна вот эта, конечно же, всегда нужна, то есть нужно одобрение того, что ты делаешь. То есть мы делаем это для зрителей. Когда зритель встает и хлопает, ты, конечно же, получаешь невероятный заряд просто энергии. И ты понимаешь, что ты не зря работал все эти 13 лет, работал над собой, работал над номерами и так далее, и так далее. Вот. Ну, и опять же, то есть несмотря на то, что ты 13 лет работаешь, ты все время в поиске. И ты все время думаешь, в том ли направлении я иду, в том ли направлении я думаю, так ли нужно сделать. И когда ты выходишь, и ты понимаешь, что это заходит, ты говоришь, а, молодец, да, я в этом направлении шел, правильно. Но опять становится перед тобой, ну, номер-то уже написан, поэтому надо идти дальше, надо писать что-то новое, что-то искать. И вот такое вот соседство, одновременно уверенность и неуверенность в себе. Поэтому и получается что-то новое. У вас были провалы? Как они на вас повлияли, если они были? Провал, ну, бывало такое, ну, то есть если говорить о каких-то мелких провалах и такие, что не заходит номер, такое бывает. Это действительно так, ну, то есть не может быть все гениально написано. Вот, ну, для этого существуют у нас вечеринки, на которых мы проверяем материал. И если, ну, то есть мы все взрослые люди и понимаем, что если что-то где-то там не смешно, это можно всегда дописать, исправить, поправить. Поэтому я не отношусь к этому как к провалу, я отношусь к этому как к движению вперед и что нужно работать больше. Вот заложники образа, мы частично уже затрагивали эту тему в начале программы, но чтобы ее продолжить и расширить, потому что, ну, вспоминаем Александра Демьяненко и Шурика, да, какие бы драматические роли он ни сыграл, от него всегда требовали Шурика, и это, в общем, было для него трагедия, он этого не скрывал. Можно вспомнить Верку Сердючку и Андрея Данилку, потому что его, несмотря на то, что он, как говорят таких людей, грустный, клоун всегда воспринимает именно как Верку Сердючку, и этот образ уже настолько прочен, что человек просто не может вырваться. И Леонид Якубович, который был, кстати, в нашей студии, что бы он ни делал, он всегда будет ведущим «Поле чудес», хотя он ведет программы на исторические темы и так далее и тому подобное. Вот в вашем случае нет этого страха остаться актрисой одного образа и не вырваться из него? Ну, прям как такового страха нет. Нет. Вот. Я, опять же, скажу, что я очень люблю свой образ, который вот русской бабы, он многому меня научил. Вот. Он очень многое мне дал. Поэтому благодаря именно этому образу я сегодня резидент 13 лет уже комедии «Луман». Вот. Я ему очень благодарна, поэтому… Нет. Я… Если он… Чем дольше он будет со мной, я буду только рада. Ну, этот образ, как вы его собирали? То есть вы наблюдали за людьми, за некими стереотипами? Потому что, ну, опять же, можем вспомнить курортные истории, когда всегда вычисляешься отечественников, всегда видишь какие-то черты, которые видишь только ты, потому что ты являешься человеком русской культуры, и это хорошо считывается. То есть как вы работали над ним? Ну, честно говоря, он так собирался потихонечку. Русская баба, она была… Изначально она была не русская баба, это был образ такая, как бы, русская женщина, как бы, там был написан монолог. Ну, просто такую, как бы, крестьянку. В горящую ижду войдет, как известно. Да, и коня. Что-что? Коня на скаку остановят горящую ижду войдет. Не совсем. То есть это была более такая утонченная дама, ну, вот, таким плачем души, куда же делись все мужики. Вот. А потом он постепенно-постепенно стал более таким глубоким, тяжелым. То есть она уже была такая прямо, э-э-э, и коня на скаку, и в горячую избу, и медные трубы, конечно же, мы не забудем. Вот. Ну, она стала… Ну, то есть я начала ее проживать как… Какая она? Почему она такая? Почему она себя так ведет? Почему она такая прямолинейная? Ну, то есть этот образ, он собирался-собирался, и в итоге он вылился в то, что… Есть. А сейчас уже наоборот мы начали откатываться назад, что уже не такой яркий образ русской бабы, как был раньше, да. Вот. Он все-таки уже такой становится более нежный, где-то она уже и москвичка в какой-то степени. Вот. Так что, ну, так, немножко сглаживается такой, не такой яркий, наверное. Вполне возможно, что потом наоборот уйдем к яркости образа. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. У вас беспокоит Анатолий Морозов. Анатолий Морозов. Ой, здравствуйте, Анатолий Морозов. А вас беспокоит Татьяна Морозова. Таня, 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 желаю вам дальнейших творческих успехов и всего самого наилучшего в жизни, в любви и во всем. И всегда смейтесь, если душа смеется, значит смейтесь. Меньше будет морщин. У меня, кстати, невестка тоже Таня Морозова. Ей сегодня юбилей. И она отдыхает тут. Ей 50 лет. Успехов вам. До свидания. Спасибо большое. Большой привет вашей невестке, моей тезке Татьяне Морозовой. Вот. Я тоже хочу сказать, у вас такой бодрый и веселый голос. Дай бог вам здоровья. И вот тоже улыбайтесь почаще. Приходите к нам на спектакль 12 сентября. Вот. Приходите. Ну, кстати, об улыбках. Это ведь тоже очень интересная тема. Потому что есть мнение, что когда приезжаешь на Запад, тебе улыбаются. А когда приезжаешь в Россию, тебе не всегда. Да, сейчас, секундочку. А можно вот я Анатолий, да, звонил? Да, Анатолий Морозов. Анатолий. А я хочу его пригласить к нам на спектакль и два билета ему подарить на наш спектакль. Да, как можно забрать? Анатолий, пожалуйста, перезвоните в студию. Я сейчас ребятам расскажу, как это можно будет сделать. Да, я надеюсь, что он свяжется с нами, наш униослушатель. Да, свяжитесь с нами, и мы тогда обсудим этот момент. Напомню, телефоны 672-12-93-9 и 672-13-93-9. И также звоните и пишите по WhatsApp 230-6191. Анатолий, так что вот лично Татьяна Морозова вас приглашает. Да, я вас приглашаю, я вас приглашаю, приходите, пожалуйста. Два билета будут ждать вас. Ну, мы надеемся, что Анатолий перезвонит, и мы с ним услышимся. Два билета будут ждать в редакции, мы поговорим тогда с организаторами, вы можете прийти к нам и забрать. Мы находимся, Кришина Вальдемара 8, у секретаря можно будет забрать два билета. Анатолий, вот, приходите и получите. Да, ну, спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Я напомню, что актриса, резидент комеди-вумен была гостью программы. Спасибо вам, всего доброго и... Спасибо вам. До встречи в Риге. До свидания. До встречи, приходите, ребят. До свидания. До свидания. До свидания.